Всем медоенный привет! Сегодня у нас на повестке дня очень важная тема, которая волнует многих игроков. Почему же так печально обстоят дела с Кубумом? Сейчас он медленно верно умирает, теряет популярность игроков. Об этом мы поговорим в этом видео. Я приведу ряд аргументов, которые вы наверняка замечали и сами. Первая причина – высокий пинг. Мы не раз сталкивались с ситуацией, когда урон проходит с задержкой. Или урон по нам проходит, когда мы уже ушли из-за укрытия. Хотя раньше пинг в Кубуме был вполне играбельный. Но в последнее время пинг убивает любое удовольствие от игры. Особенно от добавления таблички, которая не дает передвигаться, если пинг выше определенного значения. Вторая причина – это имбалансные боты. Иногда кажется, что эти боты обладают невероятными навыками. Убивают одним выстрелом на пол карты с какого-нибудь MP5. И в то же время бывают случаи, когда они не могут убить даже вблизи. У ботов очень кривые алгоритмы. Наблюдать за их комплейм – это просто боль. А играть в катку, когда против тебя боты, не приносит никакого удовольствия. А играть с ними придется часто. Это печально. Третья причина – это маленький онлайн и плохой подбор игроков. Это, возможно, самая распространенная причина, из-за которой игроки теряют интерес к Кубуму. Ведь кто из нас хочет играть с ботами? Это просто уничтожает дух состязания. И сгадки становятся просто скучными. Четвертая причина – нежелание разработчиков развивать игру. В последнее время мы все чаще слышим, что разработчикам все равно на пользователей их предложения. Подобные ситуации и стороны разработчиков негативно влияют на Кубум и его дальнейшее развитие. Из-за чего выходит пятая причина. Пятая причина – баги. Кто из нас не раз встречался с ситуацией, когда в релизной версии игры появляются сбои и недоработки? Это просто ужасно, когда ты не можешь насладиться полноценной игрой из-за каких-то проблем. К примеру, в режиме бомба. Вы помните тот самый баг с молотовым? Когда ты просто кидаешь молотов на спаун и все умирают. Это просто убивает желание играть в Кубум. Те же самые бесконечные раунды. И те же самые читерские залазы, которые могут мешать многим игрокам. Шестая причина – это хамоватая и неэффективная поддержка игроков в ВК-группе Кубума. Мы, как активное сообщество, часто обращаемся с помощью к разработчикам. Но мы получаем лишь холодные и неграмотные ответы, которые только усугубляют ситуацию. Доказательства подобного отношения и пример вы можете посмотреть в телеграме канала Виктора Хайпа. Вы можете видеть, что когда он обращался за помощью, его тупо посылали. Также в комментариях под постами можно видеть, что много людей, которые это подтверждают на своем опыте. Седьмая причина – это нежелание разработчиков поддерживать сообщество. Выдавать титулы и промокоды. Когда пользователи активно интересуются игровыми бонусами, отсутствие такой поддержки вызывает разочарование и отталкивает игроков. В очередной раз показывая отношение разработчиков к сообществу. Восьмая причина – беспомощность против читеров. Неприятно осознавать, что в игре, в которой мы проводим свое время, есть игроки, использующие недостойные методы. Но они остаются безнаказанными. И это разочаровывает и уменьшает интерес к игре. Что если они говорят про группу хакеров SS, которые буквально сломали Кубум и не давали играть в приватные бои несколько недель. Причем от разработчиков не было никакого ответа. Девятая причина – неспособность разработчиков организовать дружную работу внутри компании и идти на компромиссы. Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда разработчики не способны объединиться и найти общий язык, что приводит к неэторазумениям. И соответственно, к проблемам в игре. Например, недавний конфликт с Magic of Designer. И новый конфликт с ютуберами, такими как Виктор Хайп, Эквизон, Вергейм и не только. Итак, друзья. Эти причины на самом деле могут быть не единственными. Но безусловно, они влияют на популярность Кубума. Мы в качестве игроков, может быть, все еще любим эту игру, но уже потеряли веру. С каждым годом обнову входит все реже. А их качество и техническое состояние падает. На данный момент разработчики заняты их новым проектом Polivar. И есть риски, что Кубум просто запросит, что по сути сейчас и происходит. Всем спасибо за просмотры. Всем пока-пока. Хорошего вам дня или вечера. Субтитры сделал DimaTorzok